Здравствуйте, уважаемые посетители Фонтанки Офис! 25 сентября 1838 года. В тот день по Неве двигалась странная шлюпка. По воде шлёпали колёса, что в то время уже не было новинкой, но вот у самодвижущего судна не было трубы. В судне же сидело 12 человек, но никто не прилагал ни малейших усилий для движения этого судна. Оно двигалось само по себе. Шлюпка ходила по Неве 7 часов. Её приводил в движение первый в мире электродвигатель, который питался от 320 гальванических батареек. Создал этот двигатель выдающийся прусско-российский изобретатель и учёный Борис Якоби. Как всегда бывает с великими людьми, которые работали в разных странах и жили, потомки начинают судить и рядить, какой нации он ближе. Но в случае с Морицем Германом Якоби, он же Борис Семёнович на русский манер, всё ещё забавнее. Дело всё в том, что в Россию он приехал из несуществующего ныне государства Пруссии, а именно из Кёнигсберга, ныне Калининграда. Тем не менее, историки науки зовут его немецким и русским учёным и изобретателем. И по полному праву. Первое изобретение Якоби, которое вообще перевернуло весь мир, было сделано как раз в Пруссии, в Кёнигсберге. Это был первый в мире непрерывно вращающийся электродвигатель. Якоби собрал его в мае 1834 года и написал об изобретении в Парижскую Академию Наук. А уже в декабре 1834 года, то есть буквально через 6 месяцев, весь мир уже узнал, научный мир, о достижении молодого прусского физика и инженера. Подумайте, в 1834 год Пушкин дописал «Пиковую даму». Он всего лишь на два года старше Якоби. Лермонтову уже вообще всего 20 лет. Он служит в лейб-гвардии гусарском полку, стоящем в царском селе, и занят в основном женщинами и кутежами. А Огюст Монферран воздвигает Александрийскую колонну на Дворцовой площади. И в мире уже есть почти что современный электромотор. Мы привыкли оценивать время Николая I как эпоху реакции. Но не в этом случае. В 1935 году Якоби получает приглашение занять должность профессора в университете города Дерпта, ныне Тарту, тогда это уже Российская империя. Там он пишет важные работы по изучению работы электродвигателя, а в 1837 году подает графу Уварову, тому самому знаменитому, записку о возможном практическом применении своей машины. Уваров же докладывает о ней Николаю, и государь распоряжается учредить специальную комиссию для изучения новых возможностей и внедрению новой техники. Ее руководить поручено адмиралу Крузенштерну. Опытно-конструкторские работы щедро финансируются. Якоби принимает российское подданство и навсегда остается, как он писал, на своей второй отчизне. Он стал академиком и получил наследное дворянство, продолжая без устали изобретать. В том же 1838 году он открыл галенопластику, кстати, без которой сейчас не обходится практически никакое производство, товаров широкого потребления в том числе. А в 1850 изобрел первый в мире буквопечатающий телеграфный аппарат. Но электродвигатель как был, так и остался его самым важным изобретением, которое буквально заполонило собой весь современный мир. Всего вам доброго, оставайтесь вместе с нами. С вами был Архивариус Фонтанки Офис Константин Рангс. Субтитры создавал DimaTorzok